Привет, народ! Когда-то на моём канале была такая рубрика, которую я условно называл подкаст, и она была напрямую не связана с программой. В ней я как бы делился своими мыслями и размышлениями на какие-то определённые темы. Вот. Что-то я давно ничего не делал на эту тему, и недавно, я так думаю, у меня появился как раз повод. Поэтому в этом видео будет много всяческой болтовни, ничего конкретного и ничего практического, но, возможно, кому-то это будет интересно, и кто-то даже поделится своим опытом в комментариях. Короче, какая тема. Я планировал поставить Windows 10, для этого я решил купить новый SSD диск, и купив этот новый SSD диск, я подумал, почему бы не попробовать сделать пока на него кэш After Effects и посмотреть, что изменится. Поэтому я полез в настройки After Effects, включил дисковый кэш, поставил 100 гигабайт на SSD. С кэшем у меня вообще сложно достаточно отношения, я его всегда выключал. Когда он появился, я его включил, проверил, мне не понравилось, я выключил. Ну, ещё, может быть, там, через полтора года я его опять же включаю, пробую, опять не обнаруживаю ничего интересного и выключаю снова. Но я как бы никогда не делал его таким большим, не было у меня там большого SSD, давайте даже не 100, а 150 поставлю, хотя не думаю, что это на что-то повлияет. Я делал раньше небольшим, на жёстком диске делать кэш этот не имеет смысла, он слишком медлен для этого. А выделять большой кэш на SSD, но у меня не было таких SSD, и поскольку меня кэш никак не вдохновил, короче, я на него забил, никогда больше с ним не связывал. Сейчас я вот только чисто ради того, что у меня свободный винчестер, не винчестер, а SSD-шник появился, вот только ради этого хочу посмотреть, что получится. Ну, вернее, я-то уже примерно предполагаю, что получится, потому что я уже пару дней, выходные этим занимаюсь, смотрю, пока не очень понимаю. Хочу показать вам простой пример, как я предполагал, это должно работать, и как это не работает, а что в итоге получается. Ну, во-первых, у меня вот есть композиция, это как раз из обзоров на SSD, просто черепушка, я добавил сюда анимацию камеры на несколько, на первые секунды. Вот он считается достаточно медленно, чтобы работать с такой композицией было некомфортно. В этой композиции как бы только чистый череп, еще у меня есть композиция, где как бы тот же самый череп, и к нему всякие эффекты, чтобы это чуть-чуть там покрасивее смотрелось, допустим. Ну, не смотрите на конкретные какие-то значения параметров, это все не имеет значения. По умолчанию, как бы вот эта композиция, то, что мы сейчас видим, равняется тому, что мы видим в этой композиции, потому что она ссылается на нее. Никаких тут эффектов нет, то есть чисто кадр берется оттуда. Итак, я беру вот эту 3D, запускаю рендер. Кстати, видите, синий кадр тут появился. Я не знаю, я перед тем, как начать записывать, уже все это просчитывал. Почему это не сохраняется в кеше, я не понимаю. Какой-то вот один кадр там висит, и все. В оперативной памяти это подгружается, на диск почему-то не скидывается. Хотя, вот если посмотреть, за несколько дней туда уже скопилось 32 гигабайт каких-то данных. Кеш в оперативной памяти зелененький просчитался, а дисковый кеш как раз выглядит синим. Но зеленый перекрывает синим, поэтому я не вижу. Но что я ожидаю? Я вот сейчас прочитал композицию. Теперь, если я пойду в композицию, которую используют те же самые кадры, по идее, они должны подгружаться из кеша, либо из дискового, либо из оперативной памяти. Но, как мы видим, все считается заново. То есть, вот я нажимаю просчет, и опять очень медленно высчитываются все кадры черепушки заново. Вот такой вот у меня как бы минус, во-первых, я вижу. Здесь все просчитано, нужно просто их брать отсюда и копировать, но почему-то этого не происходит. Ладно, возможно какая-нибудь там фигня. Хотя я читал вроде, что в After Effects реализован какой-то хитрый менеджер управления кеша, там кеш по слоям, и он смотрит, что вот, например, этот слой считается очень медленно, поэтому я его сохраню в память. По идее, череп вот этот, он сейчас является таким медленным слоем, это целая композиция. И поскольку, чтобы она не пересчитывалась каждый раз, ее нужно сохранять в кеше. Но мы этого не видим сейчас вот на данном примере. Ладно, как бы пофигу, да? С этим понятно, ничего не работает. Включаю эффекты. Видите, кадры зеленые пропали. Я запустил превьюху. Сейчас будет просчитываться весь кеш с навороченными сверху спецэффектами. По идее, этот кеш должен тоже сохраниться куда-то на диск. Туда должны попасть, по идее, и сама композиция 3D-School, ну, черепа трехмерного. Вот, чтобы потом в следующий раз это не пришлось пересчитывать. Ну, вот мы видим черепушка. Все в кеше. Здесь кеш удалился. То есть, если опять пойду куда-то в случайное место, все пересчитывается. Но опять непонятно, почему. Почему это должно быть, по идее, синим. То есть, записаться на диск. Еще раз проверяем настройки кеша. Кеш включен. То есть, почему не записывается, непонятно. Ну, ладно, давайте я сейчас еще раз запущу превью небольшого этого фрагмента, который достаточно долго считается. Я его просчитаю, потом сохраню проект, открою, посмотрю, что-нибудь в кеш вообще дисковый попадает или нет. Ну, кстати, в панели информации он пишет о том, что вот кешируется кадр, рендерится там превьюха и кешируется. То есть, по идее, куда-то все попадает. Но я не вижу это ни как результат, просчет композиции. Ни в каком виде я, короче, не вижу. Так, я вот сохраняю проект. Сохранил. Теперь я его закрываю. Отчищаю всякие кеши. Ну, кроме дискового. То, что в памяти. И открываю последний проект. Ну, вы сами видели, да? Появляются какие-то синие кадры. Почему-то они, ну, я не знаю, через один, через два. То есть, даже трудно понять, как они их высчитывают. А в этой композиции синих кадров нет вообще. То есть, опять нажимаешь, и нужно ждать все это удовольствие с нуля. Так, здесь попробовать рендер. Ну, вот синий, где-то синий доходит. Там видно сразу быстро перещёлкивается на следующий кадр. Теперь я хочу напомнить про мой тестовый проект. Который я использовал для того, чтобы определять производительность After Effects. И вот я его попробовал загрузить в After Effects. Здесь у меня есть GWT-Layer, который как бы при рендере не считается. Этот проект я уже дня три назад запускал. Вот с этим включенным кешем никакого прироста производительности у меня не было. Как 12 минут был, так и осталось. То есть, включенный кеш сам по себе эту композицию считать быстрее не стал. Сложно судить, должно ли так быть или не должно быть, но я вам про другое хочу показать. Значит, смотрите. То есть, вот эти кадры, которые сохранялись при рендере, они, конечно, выглядели не так, потому что там не было этой надписи. Поэтому я вот эту надпись выключаю. И вот тут мы видим, подгружаются синие кадры. Они подгрузились почему-то в первой секунде. И начиная с пятой секунды до конца в середине, эти кадры почему-то, опять же, не сохранились. И если я пойду, например, тоже в другие композиции, из которых она состоит, то здесь тоже мы видим, что кешируются в реальном времени. Никаких синих пометок нет. То есть, кадры в память не попали. То есть, никакие композиции в кеше, то есть, синих значков у них нет. Соответственно, и здесь мы видим только в кеше те кадры, которые равняются рендеру. То есть, ничего промежуточного здесь нет. Ну, я решил еще дополнительно в сообществе спросить подписчиков на эту же тему. Ну, и большинство людей сказало, что, в принципе, тоже никакой разницы. Ну, может быть, не такое же большинство, но процентов 50 точно. То есть, такое подавляющее количество сказало, что никакой разницы не заметили. Есть несколько человек, которые отписали, что, типа, прирост есть, но в чем он заключается, то есть, как они его сравнивали, мне непонятно. История пока для меня развивается таким образом, что я вот от этого дискового кеша практически никакой разницы не вижу. Кроме того, что он, например, глючит. Об этом часто пишут. Ну, может быть, от версии After Effects у меня сейчас стоит 2019-я версия, если это имеет значение. Может быть, я надеюсь, в 2020-й все изменится. Я как раз Windows 10 поставлю и смогу на новый After Effects пересесть. А то так мне ночами не спится, прям без этих обновлений постоянных. Короче, от дискового кеша часто случаются глюки. Многие жалуются, что он иногда начинает путать кадры. У меня вот как раз я в выходные экспериментировал, там, при изменении параметра в плагине, да, на экране ничего не меняется. Потому что информация идет из кеша, с дискового берется. Почему-то она не обновляется, и пока ты все, что-нибудь, пурш, какого-нибудь не сделаешь, оно так и не будет работать. Приведу еще один пример. На заре создания канала, когда я еще думал, что кому-то интересны длинные и сложные уроки, я записывал урок, как создавать там интро Battlefield 4, бла-бла-бла-бла-бла. У меня получился тогда достаточно сложный проект, он долго считался. Единственное его отличие, ну, то, что он делался в то время, и разрешение у него небольшое. То есть каждый кадр, по идее, в кеше должен занимать гораздо меньше времени, соответственно, в кеше поместится больше кадров, в памяти больше кадров, ну, более щадящий режим. Проект достаточно сложный, куча слоев, эффектов, там, элемент 3D, частицы. Считается он, как видите, не очень отзывчиво. Здесь вот, можете заметить, тоже вот есть какие-то синенькие кадры. Причем я только что отрендерил этот проект, кстати, кому интересно, можете, у меня тут даже информация о 2013 году, рендер занимал 12,5 минут, а теперь 10 минут. Это при том, что я еще GPU не подключал, то есть все еще он в софтварном режиме работает, и все равно чуть побыстрее стало. Но сейчас не об этом. Вот давайте я его переоткрою, и заодно очищу всю память, кроме дисковой. То есть вот удалилось. По идее, сейчас мы должны видеть те самые синие кадры. Вот, видим, они появляются. Вот здесь почему-то не все, потому что я говорю, я только что просчитал этот ролик полностью, он должен быть весь в кеше. Например, интересно, что если зайти в одну из композиций, то здесь она почему-то оказывается в кеше полностью. То есть вот вся рабочая область, ну, не вся вообще-то на самом деле, то есть тоже почему-то какие-то дырки существуют, но, ну ладно, процент с 90 это уже хорошо для After Effects. И, в принципе, если я вот так вот буду водить, то оно работает достаточно быстро, то есть не приходится ничего пересчитывать. Предлагал, что как-то так должно и все остальное работать. Но с учетом того, что здесь есть какие-то дырки, основная композиция вообще не сохранилась. Ну, предыдущие примеры, там, черпан, там вообще неинтересно. То есть две композиции технические и тестовые, вообще синтетические по сути. Ну да, тут более-менее, потому что здесь вот эффекты друг за дружкой. Какие-то включаются, тут исходники, что-то все подключается, выключается. Но даже вот в таком виде все равно кеше работает не пойми как. То есть я его логику не могу захватить, и чтобы на нее настроиться для работы потом. Вот так все грустно. И в то же время, если я пойду в папку кеша, то увижу, что теперь она занимает 43 гигабайта. Был 35, порядка 8 с чем-то гигабайт все-таки добавилось на хранение. Но что это за файлы, где они используются, непонятно совершенно. По поводу вот этих вот двух выигранных минут в рендере, могу сказать, что даже мой тестовый проект на старых версиях работал медленнее, и там тоже порядка с 15 до 12, по-моему, скатывалось время. Нельзя сказать, что это из-за того, что кеш включен. Это во-первых. Во-вторых, кеш как бы подразумевает повторное использование просчитанных данных. Этот рендер делал я, как понятно, что в кеше ничего не было. То есть кеш был для этого проекта пустой, и повторных данных никаких в нем не находилось. То есть использовать ему, по сути, было тоже нечего. Единственное было бы плюс, это последующая работа с проектом, наладка там. Но и этого не произошло. Подводя итоги, я никак не пойму. По идее, кеш – это всегда какое-то ускорение. Там хранятся промежуточные данные, и чтобы второй раз их заново не обрабатывать, не вычислять, они, соответственно, берутся с сохраненные. Вот в After Effects, например, в сцене с черепом, там и вот с этой трехмерной сценой крутящейся фигни, эти вещи не должны считаться заново, потому что это продолжительное время. Они считывают из диска все быстренько, изменений никаких, допустим, After Effects регистрируют, что не было, и все нормально. Но у меня лично это не работает. У все мои эксперименты, которые, я уже говорю, продолжаются несколько лет с периодичностью с определенной, ни к каким результатам вменяемым не приводят. Поэтому я не понимаю, то ли я что-то не понимаю в этом кеше не так, то ли он работает не так, как я думаю, то ли он реально бесполезен. На данный момент от кеша возникают проблемы с обновлением экрана, с вот тем мусором визуальным, который из кеш считывается и попадает на экран, хотя этой информации уже не должно быть. Плюс, ну, это нагрузка на SSD, это лишняя запись кучи гигабайт, которые, соответственно, тратят его ресурс, хоть там и говорят, что SSD там какие-то там вечные, нифига они не вечные, там до сих пор есть у них, они пишут предел, допустим, например, 150 терабайт. Я не знаю, там можно это быстро израсходовать или медленно, все зависит от того, как вы работаете интенсивно. Наверное, за год, в принципе, можно его убить. Писал кто-то в комментариях, что полтора года поработал с кешем на SSD, и SSD помер. Убить-то его достаточно реально, если кучу информации туда сливать постоянно. А чем After Effects занимается? Те 35 гигабайт, они из ниоткуда не взялись, хотя я бы не сказал, что я занимался вот серьезной работой, просто экспериментировал, сидел. То есть, если я еще там, например, работаю постоянно, то этой информации еще больше будет. Так вот, я никак и не пойму, в чем преимущество этого кеша. Может быть, вы поможете мне разобраться конкретными примерами, потому что вот в сообществе люди писали, что типа просто у меня ускорило. Вот скажите мне, напишите, что нужно сделать, чтобы проверить это ускорение? То есть, я пока его не вижу вообще. В какие моменты я могу его зафиксировать, как реальные изменения скорости рендера? Потому что с тестовой композиции рендера, говорю, у меня тоже не поработал, на превью тоже это не работает. Я не понимаю, в какие моменты он должен проявляться. Это достаточно забавная штука. Технология-то, она появилась в After Effects уже давно. Она не экспериментальная. Это не то, что там полгода назад сделали, как обычно в Adobe будут еще тестировать ее и исправлять в ближайшие полтора года. Нет, слежу за этой темой давно. И это должна уже быть какая-то отработанная технология. Я пытался, естественно, читать в Google. Находил разные статьи. На русском, на английском я читал. Все они сводятся к примерно такому же, как и в комментариях. Типа, есть кэш в оперативной памяти, есть кэш на диске. Кэш на диске улучшает производительность. Включите кэш на диске, поместите на SSD, и ваш After Effects будет работать гораздо быстрее. То есть никаких конкретных деталей, подтверждений нет. Это все просто, по сути, голые слова. Типа, ну, будет быстрее. То же самое. Adobe примерно говорит при каждом свое обновление, что у него After Effects стал все больше перформанс. Это как бы слова, и на деле они настолько там незначительный прирост дают. Либо я еще, кстати, вот десятку поставлю, я все это потестирую и сравню. И вот и Stardust вот этот вот, и тот проект с тестами. Посмотрим еще, как там на 2020 версии на десятке будет ли там перформанс-то на самом деле. Ну, наверное, я больше не буду тянуть резину. В принципе, я высказался о наболевшем. Все, что хотел, накопил за год, так сказать. Если кому есть что сказать по поводу этой истории, то пишите в комментариях. Ну, а на этом я пока с вами прощаюсь. До следующих выпусков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать.